Привет, ребята! Я получаю много вопросов о том, когда я был в семье Колумба с карманом Персика и его братом, Алибоем Персика. Алибоем Персика старше был в тюрьме, в то время как происходили некоторые вещи. Как мне сказали, карман Персика был в неприятностях из-за убийства. То есть и карман Персика и Алибоем Персика были замешаны в этом деле. Карман Персика был парнем, который убил человека, о котором они говорили. Было устроено так, чтобы Алибоем Персика признался в том, что он совершил убийство, что он, сам Карман, не имел отношения к этому убийству, что не принимал никакого участия во всем этом, насколько я понимаю. И таким образом Алибоем загремел в тюрьму на 25 лет. И карман Персика был освобожден. Это довольно жесткая вещь признаться в убийстве и получить 25-летний срок. Я думаю, что именно такой срок был назначен ему судом. 25 лет это по старому закону. В реальности он просидел 17 или около того. Вы можете сами посмотреть информацию. Но за убийство дают по крайней мере 17 лет. Я был с ними в то время. И годы спустя я узнал об этой истории, которая произошла еще до меня. Но много лет спустя Алибоем Персика, старший, вышел из тюрьмы. Это было во время Второй войны, Гэлоу-Профачи. Джо Колумба был боссом в тот период. Профачи был убит. Я встретился с ним. Он был очень красивый парень. Высокий, хорошо одет. Реально жесткий человек. Четкий мужик. Кроме того, что он сделал, о чем я сейчас говорил, несколько лет позже, после того, как война разразилась, и он был выпущен из тюрьмы, будучи при этом настолько могущественным, что это было почти забавно. Дело в том, что его брат Кармайен к этому моменту уже был в тюрьме за другие преступления. Поэтому Алибоем стал не только канцельери, но по факту действующим боссом семьи. Что-то случилось, и он попал в серьезные неприятности. И он скрылся. Он бросился в бега. В то время, как он находился в бегах, он тем не менее поддерживал связь с семьей. Он сохранял могущество внутри семьи. И он имел отношения с этой молодой девушкой, которая была намного младше его, я думаю. Очень-очень красивая девушка. Роскошная. В то время, когда он был в бегах, он узнал, что у него был рак. Так он оказался в неприятностях, не только с законом, но у него вдобавок был еще рак. В то время, как его искали, девушку, с которой он имел отношения, ее допросили власти. И ей как бы понравился один из агентов ФБР, который участвовал при допросе. Я не думаю, что они ходили на свидания, но она рассказала своим подружкам, что она рассматривает возможность сходить раз или два на свидания с ним. И эта информация дошла до Алибоя Персика. Из того, что я понимаю, он был в бешенстве, когда узнал об этой ситуации, все ситуации в целом. Она не сотрудничала с полицией, она не делала ничего. Она просто считала, что этот парень довольно симпатичный. Она была немного под впечатлением от него. А Любой в конечном итоге дал сигнал, что ее нужно убить. Предлог для этого убийства был, что она сотрудничала с властями. Годы спустя мы узнали, что она не сотрудничала. Но это предлог, который они использовали. Персика не были шутниками и идиотами. Жесткие люди. Они не проявляли скромности насчет того, чтобы убить кого-то. Как вы уже знаете. Контракт был дан Грегу Скарпи, старшим. Когда я услышал об этой истории, меня немного перевернуло внутри. Я слышал, что он попросил кого-то, чтобы пригласили ее в клуб. Она пришла в клуб. Она вполне знала людей из криминального мира. Увидев его, она крепко обняла его, Грега Старшего. После этого объятия, из того, что я слышал, я не был там. Он сбросил ее вниз на пол и убил ее выстрелом в голову. Я думаю, что никто не мог мешаться в этой ситуации, чтобы этого не произошло. Но такова история. Это то, что случилось. Они избавились от нее. Я не знаю, избавились ли они от тела. Точнее, не знаю, как они избавились от него. Но слово ходило в преступном мире, что она была убита, потому что она сотрудничала с властями. Это волновало людей в некоторых других семьях, когда они слышали эту историю. Это не стиль казаностры. Это не то, что мы делаем обычно. Такое вообще не происходит. Она хотела пойти на свидание. Иди на свидание. Тебя почему это волнует? Так была эта история с любовью Персика и Кармайн Персика. Я добавлю к этому еще, по мере того, как память возвращается ко мне немного. Парень, который был информатором по убийству, в то время, когда Кармайн и его брат были арестованы, я забыл его имя. У него было имя странного типа, не помню его сейчас. 17 плюс лет они никогда не притронулись к нему, потому что они связались с ним. Он пытался помочь запутать дело для стороны обвинения и помочь ему выйти на свободу раньше. Так они оставили его в покое, они не убили его. Он спокойно жил в районе, никто его не трогал. 17 плюс лет спустя, когда любой Персика был освобожден из тюрьмы, немного ранее, я думаю, это было 17 лет, сколько он отсидел. Они ждали все это время. И затем они послали силовую группу убить его. Один из стрелков был Шорти Спиро, тот парень, с которым я был в семье. И я узнал это от него напрямую. Так я получил информацию из первых рук об этом. Хотя сам я не участвовал в этом. Но Шорти рассказал мне об этом. Я проходил боевое крещение в семье Коломбо, и Шорти время от времени говорил со мной об этих вещах. Шорти был впоследствии убит Джерри Папой, парень из семьи Дженовеза, посвященный. Вы, наверное, помните, что папа был до этого в Рэмперс со мной. Он был лидером Рэмперс. Он закончил тем, что стал посвященным членам мафии в семье Дженовеза. Он был помешан на насилии и убийствах. Спиро он застал врасплох. В итоге он сам был убит. Но позвольте мне вернуться к колебой Персика. В то время, когда все это происходило, его донимал рак. Он не мог обратиться в обычную больницу. Там всегда были врачи-информаторы или какие-то люди, которые могли донести властям. Но ему нужно было внимание и лечение. Он действительно страдал. Так он, по сути, сдался. Он пришел в полицию, полагая, что он сможет выйти под залог по своему делу, и пройти лечение в хорошей больнице. Но его арестовали. Его не отпустили. Он остался в тюрьме. И он умер в тюрьме. Я знаю, что эта история немного прыгает туда-сюда, к разным предметам. Но это то, как я помню эту историю, и лучшее, как могу передать вам ее. И как вы знаете, в конечном итоге я был отпущен из семьи Колумба и был переведен в семью Гамбино. Это осталось лишь историей для меня. Я никак не был замешан во все эти дела. Но я был достаточно близок, чтобы знать эти истории. Где были их трупы. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк. Нажмите подписаться. Хорошо, ребята.